Какая-то дешевая шляпа. Зиккер. 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 Я буду ее называть Зиккер, потому что это тачка для мужиков. Китайский. О боже, какие маркетинговые слова. Зиккер. Джили, они вообще, они просто шли с ума. Как это можно купить? Это не вызывает, а вызывает. Так, Зиккер, ты от ветра закрываешь двери. Ты же такой умный. Назад в будущее. Вообще. Просто уничтожает любые машины с двигателями внутреннего сгорания. Это что такое? Она просто не работает. Гаджеты на аккумуляторах плотно вошли в нашу жизнь. Электросамокаты, электропилы, квадрокоптеры, телефоны и даже носки с подогревом от Powerbank. И, конечно же, это электрокары. Но знаете, что мы с вами пропустили? Самое важное, что лучшие электрокары начали делать в Китае. И Тесла уже позади. И сегодня у нас на обзоре топовый электрокар Зиккер 001 в максимальной комплектации U 100 кВт на 544 силы. Встречайте, сегодня на обзоре. Итак, ребятушки, давайте начнем с названия. Мне нравится назвать эту машину Зиккер, потому что это название такое брутальное, интересное и ни с чем не сравнимое. На просторах Ютуба часто эту машину называют Зиккер. 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 Я буду ее называть Зиккер, потому что это тачка для мужиков. Поэтому название должно быть без всяких мягких звуков. Зиккер. 001. Вообще бренд делает 3 автомобиля. Зиккер 001, Зиккер 009. Вот здесь мы покажем картинки. Это просто топовый минивэн. Может проезжать 822 километра по заявлениям самого бренда Зиккер. И самый бюджетный вариант это Зиккер X. Это что-то, какой-то такой, знаете, хэтч. Там все попроще. И, соответственно, у него там скромные 459 лошадиных сил. Скромные, ну для электрички. Тем более из Китая это скромно. Вот, всего 3 модели. Компания Зиккер это дочерняя компания Джили. Джили это большой автобренд Китая, который в 2010 году поглотили Volvo. Со всеми мощностями, со всеми разработками запатентованными. Со всеми инженерами, умами, в общем. Они просто купили Volvo. И Volvo, кстати говоря, дальше продолжает выпуск своих моделей. Но они, конечно же, в свои автомобили забрали самое интересное. И поэтому вот в этой машине есть также много чего от Volvo. Компания Зиккер появилась совсем недавно, в 2021 году. И 16 апреля они показали прототип Зиккер 001. И вы знаете, когда они начали его выпуск и продажу сразу же? В октябре 2021 года. Но так как Джили это большие ребята, у них много опыта в создании автомобиля. Поэтому они сделали все вот так вот быстро. Они пригласили чувака. Сейчас я его прочитаю. Я просто не силен в запоминании европейских ребят. Итак, над дизайном Зиккер 001 во главе был, стоял, придумывал, одобрял дизайны Штефан Силов. Кстати, этот парень создавал дизайны Мерседеса, Бентли и Ауди. Допустим, он разработал модель А1 дизайн и А7. Поэтому что-то понимает. Вот. Создали вот такую вот малышку. Они прям не стесняясь, они говорят. Мы вдохновились, вдохновились. То есть, когда говорят, что китайцы, что-то, неправильно говорить. Правильно надо говорить, вдохновились. Не с***ли, а вдохновились. Они вдохновились Porsche, Panamera и сделали вот такой вот Зиккер 001. Давайте немножечко порассуждаем и немножечко о такой аналитике. Почему китайцы преисполнились в создании электрокаров. И вообще, как так произошло? За 2-3 года они просто начали делать вот это чудо электроники. Потому что это гаджет просто от и до. У них проблемы с экологией. Поэтому они не то, что даже, знаете, просто получают дотацию от государства. Они еще и поощряют физических лиц, конечных автолюбителей бонусом при покупке. Мало того, на электричке просто, можно сказать, бесплатный автокредит. В общем, просто рассрочка. Ты покупаешь любую электричку, платишь вообще просто какие-то копейки. Ты абсолютно не платишь какие-то проценты по этим кредитам. Так ты еще и получаешь бонус от государства до 2000 долларов на покупку автомобиля. Вот такого. Вообще класс. Напоминаю, у них там, допустим, такой город, как Пекин и другие, у них есть дни, когда на бензиновом двигателе, на дизеле, ну, в общем, на двигателе внутреннего сгорания тебе нельзя заезжать, ну, ездить по территории города в определенных районах. А на электричке это абсолютно не распространяется. Поэтому они поощряют и отсюда такой рывок в электрокарах. Кстати говоря, китайцы от всего земного шара, ну, вообще от всех производителей, кто делает электрокары, они занимают 57% рынка электрокаров. Серьезные цифры. В августе 2022 года компания, блин, все хочется сказать, Джили, но это Зиккер. Зиккер заключили партнерское соглашение с компанией Сеттл. А компания Сеттл – это ведущий производитель аккумуляторных батарей в мире. И Зиккер 001 получил новейшую батарею Qualen Battery или CTP – Cell2Pack 3.0. Вау, какие названия. Это тройные литиевые батареи высокой емкости, которые, по словам производителя, выводят интеграцию аккумуляторной системы с двигателем на новый уровень. О, боже, какие маркетинговые слова. Но сам факт. Вы слушайте дальше вообще, что они сделали. Ее инновация в использовании более 72% производительности батареи при небольшом размере. В итоге, что мы получаем? Запас хода более 1000 км. И за 5 минут на быстрой зарядке машина добавляет себе 120 км хода. Батарея устойчива. Внимание, устойчива к низким и высоким температурам. Машины Зиккер 001 с этой батареи выпущены в ограниченном тираже всего лишь 1000 экземпляров. К сожалению, и, кстати говоря, вот сейчас мы отправили запросы нашим китайцам. Хотим вот купить вот такую вот, вот эту партнерскую машину, вот Сеттл и Зиккер. Их нет в наличии. Все. Ну, 1000, она сразу продана. И, кстати говоря, 4 дня назад компания Зиккер анонсировала Зиккер 001 ФР, у которой 1265 сил, 4 электромотора и едет она сотню, внимание, за 2 секунды. И эта машина является сейчас самым быстрым серийным автомобилем. Но как? Ну, китайцы. Зиккер. Джили, они вообще, они просто шли с ума. Они просто красавчики. Ребята, немножко интересной статистики. В июле 23 года Зиккер 001 стал самым продаваемым электрокаром в России. 153 штуки было продано. Для сравнения, Tesla Y была продана 72 всего. Поэтому Зиккер номер один. Ребята, ну, немножко статистики вообще в целом по Зиккеру, по продажам. Смотрите, в Китае на конец мая 23 года продано 25 тысяч экземпляров Зиккер 001. За 22 год в сумме 69-100. С 2023 года официально продается в Нидерландах и Швеции. Статистики пока нет. К 2026 году концерн планирует открыть представительство по всей Западной Европе. Масштабные планы. Какая платформа используется в Зиккере 001? Sustainable Experience Architecture. Это модель, платформа, разработанная Джили только под электрокары. Им эта тележка понравилась, и они ее будут продавать. На ней строить будут вот такие машины. То есть в ней нет вообще варианта под какие-либо двигателя внутреннего сгорания. Это только электромоторы, колеса. В общем, это, грубо говоря, вот он, Зиккер 001. И на его платформе будут строить всякие разные еще другие автомобили. Давайте посмотрим на внешку, но просто Панамера. Кому-то абсолютно не нравится. У меня есть кореш Кирюха, ездит на Бэхе Х3, которая, честно говоря, ну, Х3, ну, так себе. Вот. Он просто купил наш друг такую же в Владивостоке, но на нее еще нет документов, на ней нельзя кататься. И поэтому мы прилетели в Хабаровск. Так можно было бы подождать, в принципе, пока будут документы снять во Владе. И он, когда узнал, что наш друг купил такую, он, типа, как это можно купить? Она же такая страшная, дам и прочим. Ну, в общем, знаете, неоднозначное мнение. Я думаю, это просто люди, вон, женщина обернулась, мужики, да, на гелике такие. Так, а что, пацаны, а сколько там? Ну, вот, там, вот вы видели. Тачка интересная, она привлекает внимание. Все смотрят. Вот здесь мы стоим, да, вот здесь аэропорт, люди приезжают на автобусе, идут. Все просто проходят вот так вот. Так идут. Вот, все обращают внимание. Это, ну, наверное, еще оранжевый цвет, конечно же. Я выбрал бы только оранжевый цвет, потому что это что-то про спорт, это что-то про спорткары, это ярко, это интересно, когда ты живешь еще не в Москве, не в Питере, где, как бы, сейчас еще, там, сентябрь, сейчас плюс месяц, плюс 2 месяца, все, здесь будет все серое, серое небо, там, серый вокзал, ночью тут будет красивая подсветка, и у тебя яркая вот такая вот тачка, и у тебя, ты залазишь внутрь, и там просто капсула комфорта будет. Конечно же, надо брать яркий цвет. Если не оранжевый, я бы взял бы либо такой очень-очень голубой, я его вживую не видел, в салонах они стоят все оранжевые, потому что это самый продаваемый цвет. Самый продаваемый цвет, кстати говоря. Я же говорю, оранжевый вообще пушка. Либо я бы взял бы черный, потому что черный пересекается с Панамерой. То есть это, грубо говоря, отец Зикра Панамера. Мать, мать. Так, ну что, матричные фары у нас в бампере. Все красиво светится, у нас будут под съемы еще ночью. Решетка, покатые линии, но везде есть ребра жесткости, которые, мне кажется, очень стилево смотрятся. Плюс оранжевый очень стильно сделан, без хромовых деталей. Здесь все черное. Вот посмотрите, вот эти вставки, вот это все черное. Оранжевый с черным очень идет. Рамочки, прошу заценить. Это мы немножко доработали стиль. Спаси и сохрани. Когда твоя тачка едет 3,8 секунды до сотни, мы проверим, кстати. Но все-таки рамочки нужны с каким-либо сохраном. Так, здесь вот Алексей у нас пленкой все заклеил. И все правильно. Я вообще фанат пленки. На этой неделе мне прилетает камень в лобоуху, пробивает нахер пленку за 25 тысяч рублей. И минус лобоуха. Поэтому как бы не панацея, но вот в 99% вас спасет пленка. Но все-таки 1% остается, что даже пленка не спасет. И она вам пробьет ее и оставит либо скол, либо пробьет до металла. Окей, идем далее. Смотрите, здесь у нас лючок. Здесь нету защиты. То есть, когда вы моете и прочее, сюда будет попадать вода. Вот здесь вот нет резинки. Я не знаю, почему они это сделали. Она вот эта вот есть. Но у тебя вот этот отсек все равно сюда будет попадать вода. Не знаю, почему они вот здесь вот не сделали. То есть, и это полностью закрывалось. Кстати говоря, да, вот я еще на обзорах у ребят видел, что у них не закрывается почему-то. Окей, ладно, закроем. Камера. Здесь 13 камер в круг, которые вам дают там картинку 360, которые работают вместе с автопилотом. Там, в общем, записывается все в круг. То есть, вам не надо ставить регистратор, у вас тачка-регистратор. Окей, идем далее. Ручки. Они здесь как бы не вытаскиваются, только в каком-то там ручном режиме. А так все, когда у вас двери сами открываются, ну, вы управляете кнопкой. Ну, либо толкаете, она там сама там присасывается. 22 колеса. 265, 40, 22. Очень комфортно едет. Ну, мы покатаемся, обязательно посмотрим. Крыша, панорама, полностью все стекло. Вот это идет металл. Тоже все стилево сделано. Вообще просто. Вот дизайнер Штефан. Красавчик просто. Оп, все медленно. Здесь у нас быстрая зарядка. К сожалению, в городе нету ГБТ, только Type 2. Через переходнички надо купить еще переходников. Оптика, которая выпирает, она как бы не интегрирована в кузов. Она, то есть, выпирает. Зикар просто бомбически смотрится ночью, в темное время суток. И знаете, что я вам скажу? У меня там есть хорошая знакомая в Хабаровске. Я ей сказал, что я прилетаю в Хабаровск, но я буду занят. Мы буквально сутки снять обзор. Сереж, тебя встретить, куда-то отвезти. Давай, я там все, в 10 утра буду на аэропорту. Я говорю, Саш, спасибо, не надо. Нас встречает с Зикар. Она мне такая, ну, ты типа в***нулся. И тут я словил мысль. Она знает, что такое Зикар. Она не работает с Китаем, но она знает, что такое Зикар. И я словил мысль, что бренд Зикар, как и, наверное, вообще китайские тачки, это уже не воспринимается какая-то дешевая шляпа. Она типа подумала, что я кичусь этим. Ну, а я ей потом, ну, типа мы снимаем обзор на 0.01, ну, поэтому он за нами сразу приедет сюда. И, ну, она восприняла, как будто, ну, в общем, Зикар это что-то крутое. То есть не С-223, нет. Зикар, ВОЗ, что круто. Хотя эта тачка стоит, ну, практически в 3 раза дешевле. Ладно, в 2 с копейкой. Представляю, вот, я вчера словил такое. Кстати, здесь еще помимо 13 камер 12 ультразвуковых радаров, которые определяют там разметку пешеходов, препятствия. И в том числе они следят за безопасностью и говорят вам, типа стой, стой, там идет какой-то пешеход. То есть, в принципе, на кого-то наехать, сдавая задом, если он у вас попал, каким-то образом мертвую зону у вас не получится. То есть вам тачка, она остановится, она запищит и спасет вас от неприятностей. Здесь еще, кстати, вот сразу же увидел, здесь вода опрыскает на щетки сразу, не на лобовое. Вот, тем самым стекло лучше очищается, не там, не все в грязи по бокам, как это сделано у... Это чувак, либо он делает 10 тысяч шагов, либо ему нравится наша тачка, все-таки проходит мимо нас уже третий круг делает и оглядывается. Ребят, ну что, что поставим за внешность? Мне очень нравится. Ну, я знаю, это вкусовщина, но мне очень нравится. Из-за цвета, из-за того, что, ну, все-таки Панамера стилевая тачка, и здесь это как бы ее копия, поэтому тоже ей ставлю лайк. Ставлю лайк за решение, что нет хромовых деталей. За 22 колеса, за 21 есть, и 19 в базе, кстати говоря. Про комплектацию мы сейчас поговорим. Ну, в общем, это стиль, я считаю. И все-таки повернутые шеи, вот что показатель. Это стиль. Люди оборачиваются и смотрят. Гелик останавливается и говорит, а это китаец? Да, китаец. И это не вызывает, а вызывает. Так, ребята, техническая часть. Смотрите, у нас длина почти 5 метров. 4 метра 90 сантиметров. У нас высота 156 сантиметров. И ширина у нас 199 сантиметров. То есть практически 2 метра. У нас клиренс 174. Это в стандартной настройке пневмы. И тут же пневма. То есть все опускается, поднимается. Самый приземленный вариант, как вы можете ехать на ней, это 11.7 сантиметров. И самое высокое, это 20 сантиметров. Для города просто с головой. Но в принципе на шашлычок можете тут. Даже наши города, Хабаровск, Владивосток, Самольск, Благовещенск. Нормально. Этого клиренса просто с головой. Машина весит 2 тонны 330 килограмм. То есть это крузак. То есть FG Cruiser мой в базе весит 2 300. Эта тачка весит столько же. И то здесь самое основное, то, что весит в любой электрической машине, это, конечно же, батарея, которая находится по центру. Итак, давайте откроем капот. Но все-таки у нас как бы техничка. И хочется открыть капот. Блин, как, 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 как потом возвращаться в свою машину? Давайте откроем. У нас здесь маленький бардачочек. И то у нас здесь все хранится. Переходники, сумочка, ремкомплект, компрессор. Все, здесь ничего нет. То есть тут техничку даже не покажешь. Потому что здесь электромотор на заднюю ось, электромотор на переднюю ось. Батарея, одноступенчатый редуктор. Все. То электромоторы по 200 киловатт каждой. То есть в сумме 400 киловатт мощность. 100 киловатт часов. Это емкость батареи, которая позволяет проехать. 630 километров это по заводу. По факту всегда, смотрите, любой электрокар, заявляющий по заводу какую-то дистанцию, которую он проедет на одном заряде, по факту, проезжая минус 30%, сразу отнимаете. Все. То есть это у вас где-то там, вы где-то газанули. Светофоры, пробки, кондиционер, отопитель, то-то, то-это, пятое, десятое, минус 30%. Все. У вас реальный запас. Плюс пользователи. Эта машина самая популярная, да? Сейчас в России по продажам. 400-450 километров по факту проезжает. Просто прекрасные цифры. Прекраснейшие. Два порта зарядки есть. Медленный, быстрый. Смотрите. Медленный принимает либо 3, либо 7. То есть, если вы будете просто заряжаться от розетки, вы просто будете заряжаться сутки. Поэтому вам нужно еще. Если вы на свою стоянку выводите себе розетку, зарядку, вам нужно подключаться к счетчику напрямую. Там какие-то толстые провода. Я там не силен. Тогда у вас машина, ну, точнее, вам зарядка будет отдавать 7 киловатт в час, а не 3. Поэтому тоже будьте внимательны. Если вы заряжали лифа, у него там, условно говоря, 24 киловатта. Или там, даже пусть это будет там за Е1 на 40 киловатт. Это все равно все слабо. Здесь вообще это другой калибр. Это другая лига игры. Это 630 запаса. Там нужно заряжаться очень быстро. Поэтому надо искать переходники, чтобы заряжаться везде. Ну, там по городу максимально много. Набирает там за полчаса десятки процентов батарейка, чтобы у вас она заряжалась. И вы тогда, вы вообще не ограничили. Вы вообще. Электрокары, ограничения, это не про эту машину будет. По техничке ничего не ломается. Ну, это так же, как и Япония, ничего не ломается. Ну, то есть какие-то там элементы ходовой части мы не берем. То есть это как бы у любой машины есть. Но никаких ремней, роликов, смазывающих каких-то там масел. Ничего не надо. Ничего не ломается. Все, техничка. Все, ее нет. Все плюшки внутри. Так, нажимаешь на кнопочку, тебе открывает машинка дверцу. А хочу вот закрыть кнопки. Дурс. Энд виндоу. Так. Ага. Ага. Закрыть. Ну, просто вообще для своей женщины. О, боже, какая музыка. А музыка у нас в Ямахе, напоминаю, 11 динамиков и 1 сабвуфер. Здесь вот есть вот такая вот удобная кнопочка. Я этот трек не ставил специально. Это не постанова. Это, ну, как бы машина меня так встретила. Кстати говоря, интересная фишка. Я звоню Лехе. Леха, а как выключается, ну, твоя машина глушится? Он говорит, никак. Тебе зачем ее глушить? Ну, я такой, ну, мы, типа, хотим покушать еще в кафе. Он такой, да, я не знаю. Ну, просто прикладываешь карту к стойке. И все. И уходишь, и она сама затухает. Закрывает уши, и все, типа, спит. Ты сидишь в машине, у тебя работает. Ну, она, как бы, готова ехать, но работает у тебя кондюртом и прочее. Я такой, прикольно. Ну, реально, нету кнопок включения-выключения. Вообще кайф. Просто у тебя огромная батарея, которая тебе дает... Ты можешь тут хоть вообще ночевать с кондером, и у тебя там пропадет нам вообще совсем чуть-чуть километров. Окей, ладно, давайте перейдем вообще к тачке. Я просто, видите, на эмоциях. Тачка хорошая. Три ключа. Один механический, один вот такая NFC-карта и Bluetooth-ключ. То есть, смотрите, чтобы двинуться... Вот я сейчас там даже тормоз, дэшка. Ага, ага, ага. А ничего не едет. А ничего. Ага, ну, поехали, ну, поехали, поехали. А он мне говорит, не могу считать ключ, приложи карту, и тогда я поеду. И все. Вот сейчас мы можем ехать. Дэшка. Вот. И все. У него тык, загорелось. И вот, и он поехал. Ну, ладно, мы никуда не поедем. Паркинг. Отъезжает сразу. Вообще класс. Итак, смотрите. Что из фишек? Много алькантары, это мы уже говорили. Смотрите, вот здесь вот такая большая площадка под зарядку телефона. Все работает. Любой телефон поместится там вот. И какие-то андроиды там. Ну, в общем, все сейчас большие. Вот такой вот джойстик, похожий на Lexus. Там вот такой барашек, да, управление музыкой. Два подстаканника. Я не вижу, чтобы они охлаждались. Охлаждались, подогревались. Подстаканники, ну, обычные стаканы влезут. Телефон сюда не залезет. Телефон должен храниться вот здесь. Вот здесь вот такая вот ниша. Она мне очень нравится. Руль, который нам знаком по многим уже автомобилям. Но у меня сразу же ассоциация идет с GTR. Потом это Nissan Note. И сейчас это Zyker 001. У меня вот такая вот прям ассоциация. У нас какие дисплеи? Здесь для меня было удивление. Китайцы любят делать три дисплея. Один. То есть как бы приборка, другая мультимедиа. И третий дисплей для пассажира. Но для пассажира ничего нет. Вот вам большой дисплей на 15.4 дюйма. Здесь вы можете смотреть все, что угодно. Если сюда еще запилить Android-приложение, это вообще будет пущка. В Питере, кстати говоря, делают. Ты снимаешь блоки, которые тебе скажут. Ты отправляешь их туда. Четыре часа тебе все делают. Заливают вообще все, что ты хочешь. Там русский язык и прочее. Но это все слетит при обновлении. И все. И у тебя тут Яндекс.Музыка может стоять. Там Яндекс.Карта у тебя может стоять. Здесь все. Вот. Крутяк. Потом. Навигация тоже не работает. Но там в Питере могут сделать. Вот. Смотрите. Это получается... Тут можно выбирать, что у нас будет подсвечиваться. Как внутри салона. В общем, через монитор идет, как вы поняли, полное взаимодействие с автомобилем. Ребят, ну что? Просто все качественно. Строчка оранжевая. Цветовые решения прикольные. Сборка просто топовая салона. Топовая. Ничего не люфтит. Ничего не бесит. Ничего не воняет. Ребята, кто будет покупать Zikar новый? Если вы покупаете в России, обязательно спрашивайте, а есть ли здесь затемняющаяся крыша? Покупайте эту опцию, потому что если солнце прямо светит вот сюда, жарко в салоне. Мы ехали в Китае. Мы ехали на Rowi. Это бренд, который очень популярен в такси. Это тоже электрокар. Тоже проезжают там 400 плюс километров. Такси очень его любят использовать. Получается, мы едем, и у нас панорама. У нас панорама во всю крышу. Я еду, и солнце прямо светит вот так. Я говорю, Илюх, жарко. Он такой, ну да, вообще в голову просто херачит солнце. У тебя нет шторки, она не закрывает салон. И все, и все. Жарко, голову печет. Здесь обязательно надо брать тонировка. Это стоит до 10 тысяч юаней. Наши ребята проконсультируют, когда вы будете оставлять запрос. Обязательно берите с крыши. Если в России нету с крышей, ну закажите, закажите автомобиль. Через там 40 дней, это если вот в салоне взяли, машина будет уже стоять в Москве. Растаможенная. Они всегда есть в наличии. То есть это не как Джили Манджаро, которую надо ждать в заводе, потому что это просто горячий пирожок. Зикры все-таки это премиальный электрокар от компании Джили. Поэтому эти тачки, они хорошо продаются, но они всегда есть в наличии. Ребят, давайте посмотрим машину с разных ракурсов для разных участников движения, которые будут передвигаться на этом Зикре. Так, Зикар, ты от ветра закрываешь двери. Ты же такой умный. Борись. Почему он закрывает дверь? Понимаете, все-таки немножко электрификация создает вот такие вот моменты. Короче, то, что увидел, интересно. Смотрите, вот такой вот идет коврик ванна. Он пластиковый. Он здесь вот на вот такой вот присосочке. Посмотрите, там ворс. Ну, в общем, там нормальный салон. В принципе, можно убрать вот эту вот прорезиненную штуку, но для России она очень актуальна, поэтому я бы ничего не убирал. Вот, тут Зикар, там все в пленочке. Вот, и это вот такая вот штука, которая вот делает, то есть у вас порожек не задевают пассажиры. Управление сидушкой, она идет не сенсорная, она идет по классике. С правой стороны у пассажира и с левой у водителя. То есть, ну, все как привычно там у сейчас большинства. Первые начали европейцы делать подобную систему. Сидушка мне напоминает все-таки немножечко, даже не знаю, и не BMW, но что-то, не знаю, в голову не приходит. В голову не приходит. Что еще хочется сказать? Да, в принципе, на пассажире все, ничего такого. Все как обычная машина. USB-C 1, Type-C, так, 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 12 вольт, все есть. Так, бардачок. Все-таки, где же эта штука, которая отвечает за кондиционирование? Ага, вот она. Реально пахнет. Да, кстати, дверь вон серого чуть не убила. Вот, вот такие вот картриджи продаются, и получается, вот эти чипы, то есть, ты там включаешь, ага, будем вот это вот использовать, будем вот это вот использовать. И все, и он начинает ароматизировать салон, поэтому я бы таких картриджей бы заказал сразу несколько штук. И, в общем, ароматизация салона у вас нету никаких вонючек там и прочее. Как ее можно закрыть? Можно изнутри вот так вот дернуть, но это для оброшаренных пользователей. Можно просто нажать вот на вот эту кнопку, и она сама закроется. Здесь также. Чуть-чуть опускается стекло. Так, смотрите, вот здесь вот та же самая, вот этот коврик-ванная, то есть, из грубого-грубого пластика. Такая вот штука, то есть, и вот даже можно встать, кто-то у вас там будет вставать. В общем, красавчик из завода делает такую вещь. Смотрите, у пассажира заднего есть вот такие вот тумблеры, которые регулируют. То есть, я могу задвинуть это с учетом того, что, ну, какой-то, не знаю, важный человек поедет сзади все-таки на этой машине. Ему вот так вот задвигаем. Хотелось бы, конечно, чтобы это памятью делалось. Вот, и у нас становится очень много места. Так, вот здесь вот сеточки. Мне сеточки больше нравятся, чем конверты. Ты сидишь на диване. Видите, диван здесь вот с таким углом отрицательным. То есть, ты как бы, у тебя бедра идут выше, то есть, и ты не сползаешь никуда. Это прямо здесь вот так вот выражено. А в других автомобилях все-таки она более такая стремится к горизонтали. И вот здесь я вот сразу заметил, сидеть удобно. Так, вот здесь вот дисплей, который есть управление музыкой. Мы можем здесь листать треки. В общем, у нас сзади пользователи полностью могут управлять машиной. Хочу дверь закрыть. Закрывается. Так, вот, можно сделать там 100%. Сейчас давайте затемним. Она там в течение трех минут будет затемняться крыша. Она вот сначала от краев будет синеть. Технология, это делается газом. Да, вот она начинает синеть. И вот сейчас у нас должно быть 10% светопропускаемости. Так, вот здесь вот такая вот петелька, которая механически там отщелкивает нам какой-то механизм. И у нас падает подлоконник. Смотрите, вот здесь вот у нас два держателя подстаканника. У нас вот здесь вот такая вот ниша мягкая. То есть, тут можно положить тоже вот этот противный материал. Type-C и USB. Блин, радует то, что 60 ватт, и ты быстро заряжаешь телефон, кстати, надо зарядиться. Вот, так, ну что, у нас тут пластик вот здесь вот так себе, не алькантара. Так, идем далее. Вот здесь вот такие вот кнопочки, они управляют седулей. Не управляют седулей. Опускают ее. Все, то есть она не ездит зад-вперед. Вот, и у меня здесь то же самое. Вот, здесь поднимается у меня диван. Он сейчас в самом низком положении. Ну, все. Ну, в принципе, ну вот даже с седушкой, ну, много места. Здесь больше места, чем в X6. Алькантара оранжевого цвета. Выглядит очень классно. Со временем все-таки надо будет чистить, потому что где-то пассажир у вас берется вот так, что он хочет сказать, и все-таки от рук будут оставаться следы. Вот, поэтому... Но это такие мелочи, когда ты владеешь такой тачкой, вообще пофигу, у тебя прям глаз радуется, когда ты в салоне и вообще наблюдаешь вот это вот. Оранжевый цвет, яркий, когда вокруг нас серый и немножко зеленый хабарст. Так, ребята, вот здесь вот у нас под Zikar с кнопочки все открывается. Кстати, надо проверить. Ну-ка. Как в BMW. А, работает. Нет, не работает. Что пищит? А, он, наверное, чувствует, что препятствие какое-то сзади. Так, что? У нас здесь сап. Сап от Yamaha. Есть кнопочки, которые нам опускают пневму, если нам что-то погрузить надо. Ну, достаточно-таки быстро. Ну, прям пониже становится. Напоминаю, машина, 117 миллиметров в самом низком положении пневмы. Так, что у нас тут шторка? У нас тут откидываются сидения. Давайте, кстати говоря, у нас тут, наверное, будет ровный пол. Да, у нас здесь ровный пол. И можно спать. Так, ну, вот это вот, это с BMW они взяли. Вот эту вот полочку поднимаешь. И вот здесь у нас целая здоровенная ниша. Стульчики, горелочку, там, вообще, все, что хочешь. Что-то там автомобильное, какие-то черниди для колес, там. Тут лёхи, тут что-то, что-то. А, кусочек пленки, наверное, полиуретановая у него осталось. Так, что-то китайская какая-то пленочка. Ну, тачка китайская, прям китайская. Так, тряпки, воп. Ну, мне нравятся просто такие ниши. Вообще, возить с собой много чего-нибудь кайфового, что тебе там где-нибудь на закате кидаст покайфовать. Не, не работает. Нет, не сделали. Хотя это очень удобно, когда стоишь с двумя пакетами. Ничего не надо ставить. Вот так вот с ноги открыл. К сожалению, не сделали. Но зато, ладно, есть очень много крутых других вещей. Зазоры, резиночки, вообще, все просто идеально. Идеально. Идеально все зазоры. Так, и еще, вот это нам Алексей подсказал. То, что, что за стекла, да? Фу-я-о. Поэтому кто-то там плевался на эти китайские стекла. Только оригинал, только оригинал. Там что-то там, как-то у них изображение из салона другое, через китайское стекло. Что-то они там видят. Вот. В общем, Zikar, это премиальный электрокар. Это дочерняя компания Gili. Использует на своих машинах фу-я-о. Поэтому на своего Prius 30 или даже 20 можете спокойно брать себе стекло. Там за 7 тысяч рублей это фу-я-о. Устанавливать и вообще забыть об оригинале. Потому что оригинал там в три раза дороже стоит. В три. Ну, там, если там брать какие-нибудь 570-е, гелики. Расскажите Гелендвагену про замену стекла на оригинальное. Просто вообще тебе нужно еще купить комплект резинок, заплатить за транспортировку этого стекла в обрешетке. Замена стекла. Потому что у тебя там всякие вот эти камеры. Ну, в общем, надо сделать у человека, который просто вот так вот делает. Ну, все это там, ну, такие страшные цифры. Просто страшные. Поэтому я вот после Zikra, я вот сейчас посмотрю, сколько стоит фу-я-о. И вообще, наверное, не буду искать больше оригинал. Потому что если Zikra использует фу-я-о, почему нам на наши японские тачки не ставить те же самые китайские нормальные стекла? Ребят, да мы просто прилетели в Хабаровск и забыли, короче, рамки, вставки. Ну, просто, когда у тебя тачка едет 3.8 до сотни, я думаю, спаси, сохрани, прям в кассу будет. Прислали наши ребята, менеджеры по Китаю, актуальные цены. Смотрите. Блогеры любимые, можно пожать? Можно. А что за марка-то вообще? Все идет нахер. Просто вот ты думаешь, ну, все. Ну, зачем? Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok